Большой весенний субботник для пенсионерки Антонины Васильевны дело не только привычное, но и любимое. Вот 9 мая мой любимый праздник. А тут же провода надо на могилочке идти, чтобы красиво было, чисто. Разве хорошо, когда амброзия или куча мусора. Я люблю чисто, чтобы было. К тому, чтобы у ее двора было чисто и красиво, считает пенсионерка, еще и положение обязывает. Живет ведь, говорит, у трассы всемирного значения. По этой улице в станице Воронежская отдыхающие едут на курорты Краснодарского края. У нас вот как-то все хорошо относятся. Я не знаю, где вы находите здесь бардак. У нас у соседей, может они со старушечки пример берут, а может быть сами такие. Глава сельского поселения руководит уже третьей волной субботников Воронежской. В феврале устраняли последствия ледяного дождя. Затем готовились к Пасхе. Теперь благоустраивают станичный парк в преддверии майских праздников. Особо хочу сказать, что многие относятся очень добросовестно. И не только учреждения, но и жители. Они откликаются на призывы администрации, наводят порядок перед домом, подбеливают деревья. Идет усиленная подотока станицы. То есть преображаем ее лицо, чтобы она достойно, красивая, чистая, любимая станица встретила эти замечательные майские праздники. Большая уборка в кубанских городах и станицах началась еще в конце марта. Как только позволила погода, целые трудовые десанты вышли на очистку лесополос, ликвидировали стихийные свалки, в порядок после зимы приводили парки, скверы и кладбища. В крае высадили больше 160 тысяч деревьев и кустарников. Трудились без малого 1 миллион человек. Порядок в своей территории – личная ответственность глав. Об этом не раз говорил губернатор. В режиме видеоселектора, обращаясь к руководителям на местах, Александр Ткачев напоминает – Кубань – регион курортный. И для отдыхающих курорт начинается не в Анапе, в Геленджике или в Сочи, а уже на въезде в край. Температурный режим каждый днем поднимается, мы это видим. И прошу вас, обращаясь к главам администрации, в субботники, подготовка к 1 мая. Мы должны выйти из зимы, из затяжной весны, относительно чистыми, опрятными, благоустроенными. Мусор вдоль посадок. Не заставляйте, когда я проеду, и буду, так сказать, потом высказывать вам нелицеприятные слова. Это то же самое, не только вдоль федеральных трасс, вдоль региональных, муниципальных, внутри городов и так далее, побелка, покраска. И больше активнее работайте с населением. У нас очень много мусора вдоль домов. Не покрашено, перекошено. Собирать, тосы, полномоченные – все это должно работать очень активно. Мы, подчеркиваю, Кубань, а тем более, впереди курортный сезон, миллионы отдыхающих. И, конечно, все должны, как сегодня говорят, пересекаешь Краснодарский край, в Ростовску, Старопольску сразу видно по полям, сразу видно по чистоте, по дорогам и так далее. Этот тренд должен быть постоянным для нас. И нормой, подчеркиваю, и в новоизбранных глав администрации, для которых, может быть, это еще нововведение, и те, кто уже сегодня занимается по всей территории края, на самых отдаленных участках. В курортных территориях к сезону готовятся давно. Первых отдыхающих на побережье ждут уже в начале мая. Флористы стараются вовсю, чтобы и в этом году город цветов Анапа нашел, чем удивить туристов. Не отстают дорожники, в городе появилась новая пластиковая разметка на пешеходных переходах. Красоты необыкновенные, особенно вот эти фонари. Сейчас цветами преобразилось, все просто бесподобно. Я первый раз в Анапе влюблена. Пляжные территории расширили в этом году в Геленджике. В зоне внимания благоустройство клумб, газоны, ремонт тротуаров и дорог. Коллективы предприятий на субботнике здесь выходят даже в будни. Мы поставили перед собой задачу, чтобы город, курорт Геленджик, каждый год чем-то новым удивлял наших туристов. И в этом направлении работают как в самом городе, так и в селах и поселках. Поэтому малые архитектурные формы, строительство и оборудование детских площадок, спортивных площадок, увеличить их количество не только на нашей набережной, на пляжных территориях, а непосредственно уже в жилых микрорайонах. В Ейске реконструируют мостовую на центральных улицах. Глава района Михаил Тимофеев лично руководит наведением порядка на Должанской косе. Большой лесной массив – перспективная парковая зона. Мы первый этап по зачистке проведем. Ну и, соответственно, будем уже поддерживать в должном порядке. Но хотелось, чтобы было здесь чисто, уютно, хорошо. И особенно в летние периоды, в весенние периоды сюда приезжали люди не разжечь костер, не намусорить, а просто походить по лесу, подышать свежим воздухом. Флагман большой уборки на Кубани Краснодар уже провел шесть субботников. В городе активно идут работы по благоустройству. В парках столицы края высадили несколько аллей. Легкие города обновили десятью тысячами деревьев и кустарников. В этом году, обещают власти города, на улицах появится больше вечно зеленых хвойных растений. Яна Москаленко, Евгения Матвиенко, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.